Когда апостол Павел обращался с посланием к коринфским крестьянам в той церкви, которую он сам вставал, то увещевал их к тому, чтобы сейчас назвали социально-будоплительной миссией Приходов. Мы собираем средства для лечения детей, жертвов, болящих, периодически какие-то сборы бывают, нуждающихся. Это очень древний обычай, и он положил свое начало на всех далеких временах, когда апостол Павел проповедовал. Кто такие жители коринфа и иерусалимские христиане, в пользу которых апостол Павел собрал пожертвование? Например, человек работает в Москве на очень высокоплачке, на хорошей работе, и помогает какому-либо сельскому приходу в далекой глубинке, где зарплаты низкие, и цены низкие, но и зарплаты низкие, и такой же жизнь совсем другой. Примерно можно было бы так сказать, потому что Палестин, это окраина Уберии, а Карин все-таки один из мощных торговых центров, импортовых дорогов. И в этом тексте его надо, наверное, слушать серебро, ради чего? Чтобы услышать удивительную любовь, удивительную мудрость и удивительный такт, с которым апостол Павел обращается к своей пастре. Пример на все времена. Я буду читать, а если понадобится что-то, я рекомендуйте очки навести себя. А как вы изобилите всем веру, слову и познание, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилитесь и сею добродетели. Начинается с того, что апостол Павел похваляет каринских христиан и за то, что они живут богатые, и изобилуют финансы, за то, что изобилуют разными добродетелями. Как изобилуются добродетели, так проявите и в этом свое изобильное такое речение. Говорю это, не видя повеления, но усердием и других испытываю истинность вашей любви. Понимаете, как мудро сказано. То есть, любовь – это великое слово, святое слово. Но слово, которое очень часто, особенно намекается в наше время, значение его девальвируется в сознании многих людей. Что-то по любовью не называют. А между тем, любовь без дел, без конкретного выражения – это просто слова. Итак, говорю, не видя повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Он обнищал ради нас, чтобы вы обогатились Его нищетой. Вопрос о финансовом и материальном переводится совершенно в другую плоскость. Посмотри, как твой учитель и Господь обнищал ради того, чтобы ты стал богат. Я даю на это совет, ибо это, поверю, полезно вам, которые не только начали делать все, но и желали того еще с прошедшего года. То есть, говорит о том, что процесс этот сбора уже давно идет. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, что не имеет». То есть, иначе Слава не говорит, что не требует от кого-то каких-то наоборот непосильных, а усердие каждый проявляет от того, что имеет. Значит, тебе нет, ну, какой степен там спрос? Не требуется, чтобы другим было, не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. «Ныне ваш избыток в восполнении недостатка, а потом их избыток в восполнении недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, имеет лишнего, и не имеет лишнего, а кто мало, не имеет недостатка». Вот удивительная простоте и мудрости слова апостола Павла. Не укорение, не какого-то резкого назидания. Обращаясь к тексту Библии, как сказано, чтобы у кого мало, не было недостатка, а у кого много собрано, не было какой-то излишка. Одно из толкований слов о хлебе насущном, в иудейской традиции, вот это слово насущное, означает такой смысл, что Господи, дай мне пребывай в этот день столько, чтобы я не разогнился и объевшись, но и не так мало, чтобы я возрогтал от того, что голодаю. Дай мне столько, сколько на самом деле мне человеку нужно. Вот этот удивительный призыв по словам Павла, на самом деле, очень омолванный на и нам. Он дает некую другую перспективу, ощущение того, что ты сегодня имеешь, что тебе дано в руки в качестве материального повода доставка. И не только материального доставка, но и в качестве тех даров, которые ты можешь быть богат больше, чем деньгами. Ты дарил богатство твоей души. Кто-то может утешить человека. Утешай. Кто-то много знает, делись своими знаниями. Кто-то способен что-то руками сделать. Сделай кому-то, помоги. Потому что то, что тебе дано на самом деле, то, что ты имеешь, это может быть на самом деле ни разу не твое, а дано восполнение недостатка других. Потому что он говорит не о языческой мире, а о христианах Иерусалимской церкви, о братьях и сестрах. Мы все разные, мы все братья и сестры. Вот этот принцип, это каким братской любви, о том, как должна существовать церковная община, в принципе, что есть это социальное служение. Мы иногда идем куда-то там, в воднице там, куда-то со своими. А главный объект нашей миссии, наше социальное служение, это все братья и сестры, которые с нами в храме, годами находятся, а их нужды, их печально мы зачастую не видим и не чувствуем. Это, наверное, самое важное. Потому что если ты не умеешь близкого человека любить, то домашнего свой любить. Как ты сможешь человека далекого полюбить? Если ты не научился любить человека, как ты можешь говорить, любить Бога, это самый план и ложь. Ну, давайте, мои дорогие, учиться мудрым и великим вещам на примере простых наставлений, простых событий и малой жертвой, малой милостыней, которые на самом деле очень многое меняют и огромное значение имеют. Так всегда совершались великие дела, я устраиваюсь, рано, как он устраивается. И многие вещи невозможные становились возможными. Причастую, как поздравляю, и притчастую. Боистина сегодня, Христос посреди нас. Аминь. Спасибо.